Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Андрей, и вы находитесь на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС, и мы продолжаем играть визуальную новеллу Кои Церунацу Но Ласт Ризотто. Вы у меня просили, просили, твердили, когда будет, когда, бля, хамуха, когда выйдет Кои Церунацу Но Ласт Ризотто, когда он выйдет. И вот, наконец-то, я решил всю проблему с Windows. Понимаете, Кои Церунацу Но Ласт Ризотто не выходила на Windows, не устанавливалась на Windows 10. Почему? Не знаю. Сейчас я переустановил Windows, назад вернулся 7 себе, назад вернулся 7. Вообще, по мне, 7 лучше, чем 10. Ну вот, и сейчас она установилась, я установил все программы, все, как говорится, вернул так, как было, и решил ее начать проходить. Кои Церунацу Но Ласт Ризотто надо завершить. В этом я с вами согласен. По 20 минут буду выпускать каждое видео. Расписание выйдет сегодня или завтра. Смотрите в группе, в моей группе ВКонтакте. Да, и не забудь подписаться на мой канал. Ну, продолжаем. Да, в прошлых сериях, я не помню, на чем остановились, но мы спалились, мы спалились. Там, короче, это... Нагиса, Нагаса, я не помню, как ее зовут. Короче, это пионер-вожатая, она нас это отругала, сказала, какого хера, но я не буду на вас злиться. Ну, короче, смотрим. Это Сатаро. Да, заходи, Нагиса, Нагиса. Я вхожу. Входи, только не глубоко. Опа. Ты закончил уборку после ужина? Да, я все убрал, в кафетерии больше нет никого. Уми, она тоже вернулась в свою комнату? Да, она извинилась, что уходит первой. Ясно, тогда хорошо. С тех пор, как я вошел в эту комнату, я никак не могу успокоиться. Разумеется, дело в том, дело в том совместном обмане, что говорили мы с Умем. Так, изменилось ли отношение Нагиса с Сан по сравнению со временем ужина? Итак, ты хотел о чем-то со мной поговорить? Да. Однако, атмосфера вокруг Нагиса Сан была своеобразная. Прошло всего полдня с тех пор, как мы были раскрыты через... Что? Не такое длинное время. И это тяжелая атмосфера и ее натянутая улыбка. Конечно же, это все Нагиса Сан. Я понимаю, что ты хочешь еще раз объясниться о том, что произошло. Да, я бы хотел выразить все, что меня беспокоит. Затем я сюда и пришел. Хорошо, я тебя выслушаю. Мне нравится твоя прямота. Я так скован, наверное, потому что мне страшно. Сейчас здесь нет казаки. Значит, что я, что Нагиса Сан, не хотим волновать Уми. Капец, вы посмотрите. Компьютер, целую кучу книг и кофе. Все. Все, что нужно. Серьезно. У меня целая куча кружек, тарелок, ручек, тетрадей, микрофон, диски, геймпад, руль, мышка, клавиатура. Тоже все, что нужно. И поэтому это страшно. Однако, я бы хотел подтвердить это сначала. Я могу продолжить свою работу здесь. Так, а попить не взял? Не взял. Пусть я и ничтожный сейчас человек. Однако, я хотел бы узнать данные в первую очередь. Да, я бы хотел так. Я понял. Еще раз, мне очень приятно. Да, очень приятно. Сатара Кун. Тогда передо мной объяснялась Уми. Теперь дальше это делаю я. Перед Нагисой Сан. Эм, извините, что я заставил вас сомневаться. Ах, я сразу, как увидел твое лицо, стал в тебе уверенной. Правда? Есть прием, как различать людей. И я учился ему. Поэтому для меня ясно. Однако, что волнует меня, это не о работе. Что-то другое. Что меня волнует, так это об Уме. О казаке. Ну, если я не ее парень, значит, есть повод для беспокойства. Что ты думаешь об Уме? Ну, что ты скажешь, а? Казаки для меня. Она хороший кахай. И хороший друг. Тогда я спрошу, есть ли у тебя к ней любовные чувства. Если честно, не знаю. Как бы ни было стыдно, я никогда не любил. Неужели ты тот тип, что любит не женщин, а мужчин? Ты что, это не так, определенно. Пусть я даже никогда не любил, инстинкты меня не подводят. Себя я никак не отношу к тем, кто любит мужчин. Ну, ладно, я верю тебе. Понятно. Твое лицо говорит за тебя, да и сам ты не из тех, кто может лагать. Ну, бывают же всякие искренние дурачки. Ах, а может вы просто редки, люди твоего типа? Если бы были, в мире бы воцарилось спокойствие. И именно поэтому я тебя не увольняю. Я очень вам благодарен. Мой недостаток оказался сейчас преимуществом. Этому я был необычайно рад. Позаботься об уме, Сатара-кун. Ааа, хорошо, скорее-то она заботится обо мне. Это не так. Это вовсе не так. Чё случилось? А ветер легко зашумел в окно. В тот момент я почувствовал какую-то грусть от Нагиса-сана. Сейчас она каждый день, такая жизнерадостная. Однако такой общительной, такой улыбчивой она не была. Правда? По крайней мере, насколько я знаю, просто при тебе она совсем другая. Ну, я сама в это не верю. И ты тоже не обязан верить в мои слова. Да нет, вовсе нет. Ах, что это значит? Я слышал от Казаки, что у неё совсем нет друзей. Впрочем, у меня их тоже нет. И она рассказала мне, почему у неё это так. Она просто хочет выбирать своих слушателей, доверять им. А нельзя так рассказывать о Казаке без её разрешения. Ничего, прошу, продолжай. Да, её-то он вдруг стал жёстким. Наверное, она волнуется за девушку. Она обычно пытается избегать разговора с людьми. Однако, со мной она общается совершенно нормально. Это всегда как-то волновало меня. Впрочем, я сам того же поведения, поэтому даже не зная причины, я понимаю её. Но, к тому же, на душе мне становится легче, когда я общаюсь с ней. Это довольно необычно для меня. Обычно же я не люблю людей. Поэтому я был рад, что моё сердце принимает её. Пусть и так было слишком удобно думать. Кроме того, что я болтлив, я ещё и хвастлив, надо сказать. Нет, я вовсе не против. Если так, то я признателен. Вздыхая, похоже, на ней выступили капельки пота. Хотя она и держит в руках холодный кофе. Правда, уже безо льда. И она делает его глоток, будто бы готовясь что-то сказать. Каждое небольшое движение на Гиса-сан. Такое тяжёлое, будто бы носит глубокий смысл. Сатаракун. Да. Пусть даже не её парнем. Будь, пожалуйста, всегда её другом. Хорошо. Ах, если я прошу слишком много, ты можешь так и сказать. Вовсе нет. Должен ли я сказать, что просить из лишнего? Спасибо. Этого мне достаточно. Да нет, казаки для меня стала дорогим человеком. Кстати, ты не находишь её, милый? Ну, это да. По первому впечатлению, она красивая девушка. Вот именно, вот именно. Эта девушка легко ловит взгляд. Поэтому я тоже за неё волнуюсь. Эм, пусть даже я немного самоуверен, но я хорошо понимаю эти чувства. В общем, пожалуйста. Хорошо. Я не знаю, связаны ли кровными узами казаки и Нагиса-сан. Но даже если да, их отношения наполнены такой необычной глубиной. Итак, я со своей стороны сказала всё. Ты ещё хотел бы о чём-то поговорить? Нет, мне было очень приятно. Позвольте мне так сказать второй раз. Хорошо. Ладно, прошу возвращаться в комнату отдыхать. Хорошо. Завтра тоже работа. Так что прошу. Да, спокойной ночи. До свидания. Да, чуть не забыл. Что такое? Обо мне казаки. Я подумал, не рассказывать ли честно всем. Если так мне позволят сказать. Или же оставить все вещи скрытыми, как было раньше. Изображать влюблённую пару. А так можно? Можно. Я тоже хотел об этом попросить. Большое спасибо. И прошу нас извинить. Извинения принимаются в работе. Хорошо? Да, тогда я пойду. Спокойной ночи, Сатара Кун. Спокойной ночи. Ай, сколько доброты. Сколько тёплых и нежных слов было произнесено в доме Нагисы. Нагисы Сан. Сан. Са-са-сан. Фух. Похоже, что я немного дрожу. Это довольно неприятно, когда тебя видят насквозь. Обычно ты не видишь умы других, а только свой. Но что здесь страшнее? В общем, с казаки, с Тагисы Сан и затем совсем другими. Смогу ли я жить нормально с людьми, если буду идти на контакт? Может быть, здесь должен быть какой-то приём? Только я вот совсем не знаю, нужно ли мне это. Ну, ты попробуй, постарайся подумать, нужно ли или нет. С возвращением. Я вернулся. Как всё прошло? Всё хорошо, Нагисы Сан поможет нам. А, как же я рада. Но она шумно выдохнула, значит, и она была в напряжении. Чтобы и дальше всё было нормально, нам нужно будет придерживаться одного правила. Правило? Давай не только перед всеми, но и обычно звать друг друга по имени. Так, можно? Ты не против, Коу... Умия? Да, Сатары. Почему-то больше всех покраснел я. Как же необычно. Опять это поведение мелкого человека. Да, и на работе Нагиса Сан хочет видеть нас вместе. Я знал, что Нагиса Сан хороший человек. Да, я тоже подумал так из нашего раннего разговора с ней. Она так волновалась за Уми и не могла быть плохим человеком. Ах, я уже приняла душ, поэтому как будет удобно. Тогда я пойду, сегодня мне пришлось хорошо вспотеть. Потому что ты так старался, Сатара. Это было отчаянно. От своей трусости я даже дрожал. Да нет, для меня ты поступил очень благородно. Даже очень здорово. Тогда я рад. Я пойду писать отчёт. Как закончишь, можешь ложиться спать раньше меня. Да нет, это будет нехорошо. Я ещё пободрствую. Тогда я потороплюсь. Но не перенапрягай себя. А можешь первый. Хорошо. В общем, я пошёл в душ. Давай. Словно покорив высокую гору, выражение Уми смягчилося. Интересно, что же заставило меня заметить это? Какой же тепло той отдаёт это ёллыбке? Наступил следующий день. Я угадал, да? Угадал. Так. Ух, жарко. Будильник ещё не прозвенел. Шесть пятьдесят утра. Ещё десять минут. Зевает. Ветерок, кажется, наполнен влагой. Значит, сегодня будет жарко. Уми ещё плотно спит. Впрочем, как-то обычно. Забавно. Опять я об этом думаю. Спать в одной комнате с девушкой. Я бы никогда не поверил, что так однажды произойдёт. Да... О, проснулась. Номер три. Казаки Уми. Очень приятно. Очень приятно прийти на прослушивание с друзьями. Мне это, наконец, удалось. А, наша утренняя передача. Уми и её дом начинают по кассам. Ну, раз уж добудили, осталось шесть минут. Этим можно сейчас насладиться. Передаудинцы. Как же так? Мой специальный навык раздевания. Так, занавес. Так. Ау, каждое утро это жестокое. Это должны быть мои слова. Ты проснулась? Проснулась. Правда ли? Доброе утро. С добрым утром. Это больно. Домашнее насилие каждое утро. Всё ради притворения и дисциплины. Я пойду умываться. Не то, чтобы раздеваться, даже просто ходить сонно и опасно. Просыпаться до будильника хорошо. Осталось только научиться просыпаться совсем. Научишь, научишь. Ничего. Сегодня жарко. Правда. Канами-чан. Да. А ты нормально с жарой? А ты нормально с жарой, Сатара? Блин, перевод так и не сделали лучше. Что скачивал тогда, что сейчас? Ну да, я привык жить без кондиционера. Я тоже не очень люблю кондиционер. Как бы сказать, он портит тебя? Портит. Хорошая формулировка. Сатара. Сегодня где ты будешь работать? Я ещё не получил никаких инструкций. Иди пока не знаю куда. Ты сегодня снова на Ро-Тэм-Пуру? Нет, сегодня очищу дорожки. Тогда удачи вам, Умине Рихане. Очень приятно, Рихасан. Да, Рихане, я снова ты ещё не закончила кушать? Этот осьминог так плохо жуётся. Осьминоги они, блин, кушают, а? Мне бы так. Если не кушать медленно, можно подавиться. Я скоро закончу. Подожди меня, пожалуйста. Хорошо. Муми, когда же она получила... Когда же она получила инструкции? Да и вообще, когда бы могла она их получить? Муми, что такое? А когда ты получила все указания? Только что от Нагиса-сан. Понятно. Значит, здесь нужно было бы... Нужно быть проворнее, если хочешь заполучить работу. Так ведь? Впрочем, не помешало бы всё уточнить. Нет, подождите. Может быть, немножко побыть независимым? Всяко лучше всего спросить у босса. Так, а Нагиса-сан? Разве она не вернулась в свою комнату? Тогда я пойду схожу к ней. Да. В конце концов, ответ был. Помогай там, где тебе нравится. Подумав, я решил направиться к Уме. Хух. Сюда довольно долго идти. Однако, если взять дорогу от коттеджей, то так далеко идти не придётся. Так, сегодня я тоже буду стараться. Постараемся. У них хороший боевой настрой. Но и мне не хочется отставать. Итак, у вас есть чем помочь? Сперва вопросы. Собирать с кирпичной дорожки опавшие листья, счищать с неё песок. И нужно рассчитывать, сколько песка ты можешь унести. Дождь обычно смывает песок. Однако, здесь его давно не было. И правда, я ещё не видел дождя здесь. Хотя, похоже, скоро он будет. Только плохо, если будет тайфун. Совсем сложно выходить из номера. Похоже, здесь часто бывают тайфуны. Определённо, здесь шанс встретить тайфун гораздо выше, чем на другой стороне. Однако, в таком месте первые признаки дождя гораздо легче заметить. И, кстати... А? И... Хм... Вот ведь я нечаянно рассмеялся. Жалко. Нет, это делается не так. Хих, почему? Но сегодня утром в воздухе было много влаги. Поэтому есть шанс, что пойдёт дождь. Я этого не заметила. А ты, Риха-сан? А-а-а... Ка-и-е-к... Что такое? Почему вы на меня так смотрите? Похоже, Риха решил проверить воздух более тщательно. Ну же, ну же, давайте начнём уборку. Ну... Сатар говорил. Он был прав. Не слушают. Нужно всегда слушать мужика. Мужик, как сказал, так и будет. Ух, и когда на небе появились огромные чёрные тучи, увлекшиеся разборками с этим песком, я совсем не обратил на это внимание. Уми, Риха-сан поёт песенку себе под нос. М-м-м... Так. Не нужно присматриваться, чтобы заметить черноту неба. Будет не только дождь, но и гроза. Так, вы двое. Что-то случилось? Уми, ты не остановишься на минутку. А-а-а, да, что произошло? Вот эти облака. Похоже, что всё будет плохо. Ах, какие они чёрные. Эти облака меня пугают. Значит, будет долгожданный дождь. М-да, но не настолько. Давайте предупредим на кисусан. И стоит ли продолжать здесь уборку тогда? Может быть, мы сможем помочь, например, в стирке? Я тоже так думаю. Однако мы ведь ещё не всё убрали. Да, как предупредим, так сразу вернёмся. Мы с Риха-сан готовы будем идти в любую минуту. Да, хорошо. А может, будем даже... Будет даже шквал. Жарко. Да. Был замечательный шквал. Ливень прошёл всего за несколько минут. А жара, казалось, теперь палила вдвое сильнее. После дождичка всегда так, поёт песенку себе под нос. Риха-сан кажется сегодня в хорошем настроении. Риха-сан, а тебе не жарко, всё хорошо. Я рада, что дождик закончился. Теперь дорожка чиста от песка. Осталось только собрать опавшие листья. Понятно. Это и вправду был хороший дождь. Так хорошо помыв дорожки. Похоже, задумка постройки была как раз такая. Так, и теперь осталось только помочь с листьями. Однако, не стало ли этого в остальном сложнее? Всё промокло и плохо чистится. Тебе не нужно так торопиться. Давайте вместе немного подождём. Подождём чего? Сейчас кирпич нагреется и вода испарится. Нам останется только подвести. Это, безусловно, должно быть так. Понятно. Похоже, что и Уми поняла смысл этой задумки. Она тоже хорошо соображает. С-с-сатара... Чё? Чё случилось? Ты странно смеёшься. Нет, нет, не так. А что? Змея, змея здесь. Где? Змея, змея, я иду. Теперь всё должно быть хорошо. Спасибо большое. Разумеется, неголыми руками я приподнял её к отцам метлы и отнёс в глубь кустаренькой. Не такая уж она и большая. И правда, я плохо переношу змей. Если так, то сразу зови меня. Я помогу. Хорошо. Так, всё, приободрились. Дорожка уже могла высохнуть. Так ведь, Риха-сан. Тяжёлый сдох. Риха-сан. Может, она впала в ступор? Да, похоже на то. Ничем не помочь. Остальное доделал я сам. Вот это метло, что я давно поднимал змею. Ладно, все в спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойных, хороших снов. Они в хорошем настроении. Сегодня я, кажется, устал как никогда. После этого я быстро приму душ и сразу засну. В отличие от утра, сейчас ветер очень лёгкий, чистый, отобилия влаги. О! Пришла. Красивые деревья, сверкавшие в течение дня, теперь прятались в ночной тьме. Надеясь только на свет лампы луны. Мы осторожно пробирались сквозь растительность. Заняв позицию чуть впереди, я осторожно шёл по очищённым дождём каменной дорожке. Вы посмотрите, какая красота! Я в какой-то цирк нацию Новос Резот так давно не играл, что я просто забыл, насколько всё так красиво выглядит. Просто великолепно! Теперь всё должно быть хорошо. Что такое? Я у естественных врагов тебя, ну или Хасан. Она опять там? Нет-нет, но на всякий случай я и пошёл впереди. Нужно лишь держать дистанцию от кустов, и всё будет нормально. А может быть, я меня хоти этого? Вторая причина. А ты можешь сказать, какая вторая? Я уже сказал недавно. Вздыхает, как мы шли по дорожке. Недавно. Что же там было? Недавно-недавно. Я не помню. Тогда очень жаль. Вздыхает. Темнота и змеи как раз составляли две причины. Пока я ждал, как Уми закончит уборку, я всё набирался смелости. Ждал. Наверное, я хотел подождать. Очень-очень жаль. Забияка. Почему? Забияка, потому что забияка. Если бы был, то не стал бы тебя ждать. Вернулся бы в комнату, оставив тебя. И это как забияка. В первую очередь, кто тут кого обижает? Так это она меня. Однако весело, значит ладно. В душ ты можешь идти первым. Да нет, ты можешь первой. Я могу и потом. Ну если и потом, значит можешь идти и первой. Ну, извиняюсь, почему-то сегодня особенно падок на Уми. Однако я не хочу переборщить. Хорошо. Душ я приму первым. Вот так и нужно было сказать. Сегодня ты какой-то странный. Извини, сегодня я, похоже, очень устал. Ничего не поделать. Не перенапрягай себя, хорошо? Да, спасибо. Да нет. Угу. Так. Как-то эта реакция Уми становится такой притягательной. А ты не устал, и тебе пришлось заменять Лиха Сан. Кстати, сейчас это я дочитаю это и закончим. Погодите. Но я ведь, как бы ты ни было, не застыла на месте. Да, у нас выдался неожиданный день. Лиха Сан, она волновалась только о змеях. Ух, почему вдруг ты так смотришь? Она так колепла к тебе, Сатара. От меня ты не отцеплялась... Ты не отцеплялась несколько дольше. Я вовсе не пыталась специально. Вот ты и я тоже не пытался. Ты и в самом деле хентай. Ладно, пусть будет так. Однако я смог защитить тебя от змеи. Ты не честный, Сатара. Правда? Не честный? Не честный. Да почему так внезапно? Ух, слезы в глазах, уходящий взгляд, покрасневшее лицо. Я не знаю сама. Может быть, у тебя не все в порядке со здоровьем? Температура? Никакое здесь нездоровье. Ее лоб, да, немного горячий. Вполне может быть. Со здоровьем все хорошо. Да нет, не перенапрягай себя. Это правда. Мне хорошо известно ее упорство. Однако, в чем же может быть дело, кроме защиты от змеи? Давай рукой. Я волнуюсь за тебя. Все хорошо, говорю же. Нет. Вот, окей. Ее дружь в руке казалась не больше, чем была обычной. Однако, что-то было другим. Может быть, только она знает ответ на этот вопрос. В общем, нам нужно спешить в номер. Ну что ж, дорогие друзья. А продолжим мы с вами в следующей серии. И так записали уже на 22 минуты с половиной. Мы наконец-то пришли. Теперь, может быть, можно набрать ванную. Ну и перевод. Капец. Ну что ж, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Андрей. Вы находились на канале Казаков Gamer System, то есть КГС. Мы проходим, мы снова проходим визуальную новеллу Коицу Рунацу Ноу Ласт Резот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь в паблик ВКонтакте. Там всякие вопросики задавайте. Следите за группой, за новостями, за всякими там акциями. Ну вот, администраторы я сейчас ищу. Да, такие дела. Ну что ж, всем удачи, всем пока, до скорых встреч.